Всем привет! У нас уже 11 часов. Мы сегодня проспали с мужем. Ну, вернее, муж проспал. Вчера поздно уснули, где-то около часу ночи. Я просыпаюсь, вернее, Маркушка даже проснулся. И я просыпаюсь, смотрю на часы, говорю, ой, проспал, говорю, уже 9 часов, а ему в 9 нужно уже быть на работе, а он только в 9 проснулся. Маркушу я уже покормила кашей, сама что-то ходила, ходила, не знала, чем позавтракать. Молока нет, нужно покупать. Маркушка вчера разлил полпачки на стол. В общем, решила я все-таки покушать яичницы с помидорками и огурчик. Так, у меня завтрак будет без кофе, без чая, потому что по утрам я больше люблю пить кофе, но молока нет, а без молока я не люблю. Пить кофе. В общем, вот так. На улицу у нас сегодня тепло, 25 градусов, хорошая погода, поэтому сейчас мы туда-сюда соберемся. Я покушаю, соберемся и пойдем гулять. Как раз прогуляемся, приду и Маркушку спать уложу. И муж сегодня заказал мне снова булочки с маком. Очень понравились они ему, поэтому сказал, приготовь что-нибудь к чаю, приготовь булочек с маком. В общем, снова я сегодня буду готовить булочки с маком. А так, покушать у нас еще есть. Покушать буду готовить уже завтра. В общем, ладно, буду я кушать. Всем приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, это как обычно. Погуляли, блин, называется. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока поели, пока поели, пока то, пока сё, надо идти балкон закрывать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, звук какой. Представьте, это сваи забивают. Там вон на заднем плане сваи забивают, стройка, вот что я предыдущих влога говорила, дом строят. Представьте, как лютам под окнами все слышно. Ветер такой прям сильный поднялся. Вот отходишь, не так слышно, а вблизи, под окнами прям вообще так громко, и не надо сказать. Сейчас может уже заслал. Скоро снова станет, наверное скоро будет гостик. Поэтому идем, лишь туда к дому, чтобы не было, чтобы не было, чтобы не было, чтобы не было, чтобы не было. Мы уже по набережной идем, Маркошка вроде бы засыпает. Солнышко напряталось, такая огромная туча. Наверное сейчас вот все затянет. Прям такой ветерок сразу прохладенький пошел. Еще возле реки идем. В общем, сейчас в магнит быстренько. Сходимся и пойду домой, в сторону дома. Потому что на сегодня, с самого вечера дождь вообще обещает. Вот, наверное, сейчас и затянется. У нас уже без десяти три. Пришла домой. Маркоша у меня спит, переложила его в кроватку. Зашла в магнит, скупилась. На улице уже все затянуло. Такой ветер прохладный поднялся. И, наверное, сейчас пойдет тост. В общем, вовремя мы домой пришли. Давайте покажу покупки. Купила пять морожен. Были по скидке. И одно я по дороге уже съела. Это домой нам по одному, по два штучки взяла с мужем. Очень вкусное. Вот такое ляфа. Вареная сгущенка. 21 рубль стоила. Почему бы не взять со сгущенкой. Рожок. Шоколадная шапочка. Вот это вот сверху очень вкусно. Хлеб. Яблочки взяла. Взяла по акции. Маркушки снова Агушу. В принципе, он ее кушает. Вкусное вроде бы так. Нормальное. Взяла Агушу. Она тоже была по акции. Две берешь. Третья в подарок. В общем, за четыре заплатила. Две в подарок. Сейчас в магните столько акций всяких. Зашла, в общем, я за молоком и хлебом. А вышла опять целая корзина у меня. Тоже по акции были. Кашки, маркушки взяла. Что-то как-то я считала-считала. Вроде бы брала десять. В итоге почему-то вот так получилось. Так. Бананы. Две морковки взяла, потому что она портится. Взяла две упаковки крабовых палочек. Северная гавань. Вот эти вот, они тоже были по скидке по 38 рублей. Вот Вичи мне не нравятся. Мне нравится Северная гавань. Там только идут не крабовые палочки, а типа крабовое мясо кусочками наломано. В магните, в большом гипермаркете, там продаются мороженые вот эти вот упаковки. А здесь мороженых таких нет. Они большие, пошире немножко идут. Крабовое мясо. А вот крабовые палочки, Северная гавань, совсем другая упаковка. И немножко как-то они не распадаются, как жиле, как будто. Но я взяла на салат. В общем, на салат пойдет. Упаковка укропа. Взяла. Так. Захотелось мне паштет взять. Вот такой. Мне он нравится. Из мяса птицы. Была по скидке кукуруза Бон Дюэль по 55 рублей. Я взяла на салат вообще одну. Потом у меня налички я с собой мало взяла. И потом, в общем, остались продукты. И я вспомнила, что у меня карточка есть. И вторым чеком не пробили. Вернее, короче, я скупилась. И на некоторые продукты у меня не хватило денег. Я вышла с магнита, а потом вспомнила, что у меня в кошельке карточка лежит. Вот вернулась обратно, прихожу в мою корзинку с продуктами, что там осталось. Уже разнесли по местам товары. Я пошла снова. И что-то я забыла, в общем, что я уже купила Бон Дюэль. Я пошла, еще одну взяла. Потом домой прихожу. Вот, две кукурузы. Ну, ладно, в принципе. По скидке почему бы и нет. Взяла два майонеза Махеев. Тоже был по скидке. Так он стоит сто с чем-то рублей. Сто, сто с чем, сто двадцать. Вот так вот примерно. В общем, сто рублей стоит. Я его купила за 59 рублей. Большая упаковка. Муж у меня хорошо кушает. И буду делать салат. Взяла две упаковки. И к тому же у нас еще заканчивается в холодильнике. Там чуть-чуть осталось. Творог взяла вот такой першинский. Я его часто беру. Тоже был по скидке. Он стоит где-то 130 рублей. Я его купила за 99, по-моему. Там в чеке будет написано. И три упаковки молока. Сейчас еще в последнее время уберем вот такое сметанин. В общем, такие были покупки. Давайте покажу чек. Это вот мой второй чек. Второй раз я заходила. Майонез Махеев. Творог взяла, кукурузу и паштет. 330 рублей я отдала. И вот мой второй чек. Кому интересно, нажмите на паузу и посмотрите. Цены. И здесь я скупилась на 957 рублей. Дали мне еще вот такой купон. На следующий раз я могу скупиться на 700 рублей и получить скидку 100 рублей. Сейчас идет же вот эта акция на фишки. И у них сейчас пошла акция больше фишек. В общем, они дают больше фишек. Я раньше не давали за 250 рублей одну фишку. А сейчас, наверное, дают за 150 рублей. Потому что я на 330 рублей скупилась. Мне дали две фишки. И вот эти вот все фишки мне дали за 1000 рублей. За 957 рублей. В общем, у них больше сейчас фишек начали давать. Это вот сейчас мне надо наклеить. Вместе с вами наклею. На улице прям все затянуло. Давайте покажу. Оставилось ли кушать? Разогревать сейчас. Прям затянуло небо. Дождик будет. Вот у нас уже 10 наклеек. И сейчас эти все наклею. Рюкзачок, кстати, очень классный. Мы уже собрали на вот такой рюкзак. Сейчас им пользуемся. Такой классный. Мне так нравится он. Потом хотим Маркушке взять какой-нибудь мячик. Я вот сейчас шла. Девчонка на футбольном поле. С таким вот мячом бегала. Такой большой, хорошенький. И рюкзаком мы вот пользуемся. Я коляску вверх сняла. Сюда заезжаю, чтобы продукты с коридора не носить. Такой классный. В него столько всего вмещается. Мне очень понравился. Ну что, давайте я наклею наклейки. Посмотрим, сколько у нас их сейчас получится. Все, наклеила я наклеечки. Вышло у меня 26 штук. В общем, классно. Почему бы раньше вот эти всякие акции были, не собирали наклейки, не знаю. Я то отдавала, то выбрасывала. Вот предыдущая акция какая была классная. Собираешь 50 наклеек, за 100 рублей покупаешь игрушку вместе с кружкой. Вот почему бы не собирать, а? Ну ладно. Ладненько, буду я кушать. Кто тоже кушает, пьет чаек за просмотром видео. Всем приятного аппетита. Ну что, вот и дождик пошел. Начинает припускаться. Сейчас, наверное, как ливанет. Река прям шует. Волны поднимаются. Ветер прям сильный такой. Сейчас припустится. У нас уже 5 часов вечера. Маркушка у меня уже проснулся, разбудила его. Думаю, хватит спать. Сейчас буду делать булочки, тесто. Я так тесто не сделала, пошла, лежала, отдыхала. Маркуша проснулся, пробую, а он весь горячий, прям горит. Померила ему температуру. У него температура 38,5. Дала ему профен, его, видимо, морозит. Он прям лежит, ухожился, лежит в мультике, смотрит. Сейчас буду делать тесто и готовить булочки. На улицу мы уже не пойдем, дождь прошелся, там холодно, тем более температура у Маркуши. Скорее всего на зубы, потому что у него вот режутся верхние, вот верхние, по-моему, даже клыки. У него, да, клыки 4 вот этих есть. Здесь пусто, и потом вот эти есть следующие. Получается, клыки у него сейчас лежат, 13-14 ступень, видимо, зубки температурка, он прям такой. Лежит весь, устал. У меня тут сушилка стоит с одеждой. Может уже надо убрать, висит. Лежит. Лежит, да, да. Тебе плохо? Да. Ты горяченький. Да, кисемый. Прям горит. Да? Ты горяченький. Ты горяченький. Кто там лежит? Угу. Сейчас легче станет. Мама, тебе нарофенчик давай сейчас легче станет. Да? Ладно, пошла я делать тесто. Сделаю тесто и поставлю его там на полчасика подходить. Пока оно у меня будет подходить, я уберу сушилку с одеждой. Ладненько, буду заниматься. У нас уже половина седьмого. Маркушку покормила. Вот так поел немножко, да? Ты супчик покушал? Покушал, супчик? Пусть цо, пусть цо, ты ел мясо? И сделала себе чайок и хлебец намазала паштетом с огурчиком перекусить. И буду лепить булочки. Тесто у меня подходит, но что-то еще... Нет, в принципе, почему? Нормально тут подошло. Не сильно прям, но нормально пойдет. Они еще в духовочке поднимутся. Просто надо дольше времени. А уже половина седьмого, пока я их сейчас слеплю, пока их в духовку, пока спекутся, уже и восемь будет. Да? Вроде температура у Маркуши спала. Надо будет померять, но так уже холодненьким. На ночь тоже дам еще норофенчикам на всякий случай. В общем, такие делишки. Да? Почему, мам? Почему, мам? Ну, почему? Ой! У-у-у! Кто это его тут повис-то? Вставай, вставай, не балуйся. Привет! Скажи привет! Помаши ручкой. Привет! Всем привет! Помаши привет! Ты лентяй? Да? Солнышко. Влево-вправо, влево-вправо, да? Хе-хе-хе. Слабкий мой, сладкий мой. Слабкий мой. Огурчик вкусный, вкусный. Вкусный, вкусный, вкусный. Огурчик! Огурчик! Хе-хе-хе-хей. Люблю тебя. Вкусный. Служи я тебя, мамочка, да? ладно буду я пить чай мы уже бутерброд разбирают ладно буду пить чай всем приятного аппетита у нас уже половина девятого приготовила я булочек снова такая большая тарелочка такое блюдо огромный муж издевается варю печенку говяжью на салатик завтра буду готовить салат всем привет яички отварила завтра салатиком покажу рецепт наш самый любимый царевая дворца сидит мультик смотрит да марк с чаем наелся лезет открыла окошко проветрить квартире духота на улице 18 градусов дождик прошелся пасмурная погода у нас не очень не айс не для лета такие дела только игрушки собрала полностью высыпала этот мешок чтобы маркушка поигрался ты встать хочешь давай помогу честно сказать уже за целый день чуть я устала хотя вроде бы ничего такого не делать целый день на ногах толкусь толкусь уже сейчас муж скоро приедет сейчас печенка у меня доварится я поставлю разогревать кушать мужу сейчас нужно тарелочку кружечку сполоснуть после маркушкиного супа и чаек у него там в кружке был я заваривала и сейчас муж придет и нужно собирать на работу кушать и вон пока покушает потом всю посуду опять помыть маркушку покупать бутылки сделать спать у всех уложить в общем как обычно мамские вечерние будни чуть я прям так устала мне спина так болит ладненько буду на сегодня с вами прощаться спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал и всем пока до новых встреч